всем привет и давайте посмотрим наверное сегодня на старую классику с playstation 2 да также с пк что выходило вообще в 2005-2006 году во что мы играли что нам нравилось что было популярным в те времена ну и начнем нач наверное и начнем наверное тогда мы с тест-драйв unlimited помню что это была одна из самых популярных игр тот момент у меня пока тогда я уже не тянул я помню что коп не был довольно таки старая у него не обновлял но у меня была тогда playstation 2 и методис появился после шин 2 и когда я опера скучил на приставке у меня были двоякие чувства сначала подумал боже какая отстойная графика потому что это играл в город туризму 4 потом через минут пять игры я подумал охренеть какая крутая игра потому что в ней открытый мир невероятных размеров детализация вы смотрите на придопаем сейчас сразу покажу в каких играх еще можно было ходил смотрите я просто опуская стекла автомобиля это какая-то мелочь может быть она казалось бы не нужна но это очень круто и да тут на тот момент они в одной игре мы такого не видели понимаете то есть это все равно приятно детализации и второе что очень сильно в этой игре это возможность взять вид из кабины автомобиля а это тоже очень круто то что реально мы все времена на playstation 2 ни в одной игре не могли вы так включить игру с открытым миром ездить по огромнейшей карте свободно плюс крутить так вот головой по салону смотри что происходит сзади и в принципе детализация салона она довольно таки неплохо то есть будем тут стрелки спидометра которая двигается тахометр конечно да вот зеркала здесь вы видите такие зеркала может сложно назвать зеркалами на самом деле но 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 ребят и все это на самом деле очень было круто и до сих пор мне кажется паста шинга это уже потолок ее возможностей в это решился включить посмотреть сколько уже получается лет 15 январь не включал эту игру по крайней мере версии паста шинга потому что потом я появился 360 бокс и на нем я уже играл все здрав алимента там совершенно уже другой а здесь же да вот такая вот классика уже можно сказать она очень конечно приятно и классно на псп выпущена была в принципе такая же версия но там не было вида из салона автомобиля и графика немножечко послабее было то здесь в принципе машины еще выглядит довольно таки неплохо да то есть если все остальные эффекты они довольно таки убоги текстурдаль на сами машины выглядят довольно таки приятно то есть сейчас смотрю на них ну реально неплохо кажется то есть не так уж и страшно так что версия поезда была все-таки немножко потрячим версия на псп на для псп тоже очень круто было играть помню в эту игру именно по той причине что был огромный открытый мир карта здесь просто невероятных размеров сейчас мы пройдем первую гонку и сможем глянуть на то как она выглядел да и самое главное что поезд 2 за счет чего вам помню мы в нее зависать то есть а со временем зависит старшим братом и на тому же здесь был вид из салона автомобиля и просто мы играли целыми днями включали это было лето и весь день катались мы заезжали там в разные автосалоны брали машины на прокат что посмотреть и катались на них самое смешное еще помню что мы тогда слышали про то что в этой игре есть мотоциклы но мы не знали что на ps2 версии их нет их вырезали сейчас я уже узнал я помню что мы очень долго играли проходили проходили думали когда же у нас откроется мотоцикл как вы понимаете да мы их никогда и не открыли просто просто 8 и нету так что игра конечно очень классно даже сейчас все это включил довольно таки неплохая физика мск и говорит этот момент когда развернула мне это на сами довольно неплохая физика честно говоря то есть неплохо управлять автомобиль приятные звуки not карта до игра сама номер не поменялось то есть играть в принципе все равно интересно будет единственное что косяк чего сейчас непривычно это управление потому что мы все привыкли играть гонки кнопками l2 r2 здесь мы играем крестиком до крестиком ехать квадратика тормозить это ну прям старенько что-то уже там такого не видели но да смотрите карта как а ребята это просто пиздец извиняюсь выражена это опять рядом не стоял средь какого размера остров он просто гигантский причем реально здесь можно ездить все здесь дороги есть можно поставить точку например приехать да покататься там ну как бы есть давние дороже там особо не раскатаешься но все равно можно реально весь остров объездить не знаю сделали кто-нибудь это или нет но мы по крайней мере грамм пока что здесь я вот помню что со временем раз включали так вот карту стали точку и просто ехали катались и катались так сейчас прошли пирогонки должны купить машину я помню что из машин доступны которым была неплохая так альфа-рамонного тенорный возьмем да не очень нужно будет доехать так что вода если двух словах так у нас будет окошки наверно опустим скоб опускаем и по моему если не изменяет память то немного даже звук салоне менялся автомобиля после пускали окна как будто наших паши местность то есть такая детализация довольно таки приятно 400 разработчики и завезли с радиостанции даже какие то есть на выбор да учил давайте поставим да можно же причем цель эту цель и говорю песни по выбирать что тоже очень интересно они придумали так что довольно таки интересно такая игра болта как это которая не гитар потому что открытый мир есть все-таки немного было гонок на пустыше да вроде бы к скрытым миром ну когда там карбон появился мы не форспе туда были но вот такого формата что по таким дорогам кин трассам ездишь сидим из кабины ну реально не было это первая такая гратора такое нововведение сделал но тоже это было на заре вот на самом конце жизни то есть м2 поэтому вот мы поэтому и уже смогли видеть такие проекты что немножечко на несмотря на то что они конечно и текстуры порезаны и в принципе вообще так как она выглядит не очень красиво то все равно игра по самому себе довольно качественно выше с хорошим звуком звук автомобиля даже намного лучше чем если автомобиля грата лима 6 на ps3 тоже играть из на 4 то есть реально нормальные звуки мотора завезли мастеров можно назад посмотреть за это делали так сделаем вид вот можно ведь и нажал что он может быть так на салон автомобиля как он выглядит впереди приехали мы в автосалон сейчас возьмем другую машину точнее приобретем так вопрос теперь как попасть в автосалон колу кнопку нажать треугольник классика но сейчас давайте возьмем на первую машину можно было вроде как по салон то ли ходить то ли просто выбирать машину смотреть довольно таки тоже интересно было реализовано помню мне ходить нельзя добыл полный xbox можно было ходить так чё нас по деньгам то смотрите мог с 5 тысяч это купить мне бюджета нету 38 на помнят эту за 38 я и брал но вот можно смотрите делать инспекцию посмотреть как она выглядит что тоже очень интересно они придумали опять же на тот момент на playstation 2 мы такого еще не видели довольно таки неплохо выглядит автомобиль и я бы сказал да что приятненько можно смотреть как она внутри выглядит но тут мы видим что текстурки явно страдают смотрите можно открыть дверь очень круто очень очень круто даже сейчас такой детализации но не во многих играх глупости говорю на пустынешь его не было ничего другого но вот поэтому даша скажет очень круто это ли путешествия то что так и ничего такого похоже не нужно взять вторую дверь откроем да реально очень классно ребята нет придумали смотрите допустим сейчас окна пустим еще очень интересно очень интересно так вот вышли мы из салона ну и все принципе да больше другом что посмотреть нельзя можно взять покататься и в принципе но мы не будем брать давайте купим машину вот можно диски поменять на выбор на месте развить 17 18 18 конечно поставить так интересней а потом нам предлагают выбрать цвет почему бы не красную цвет с интерьера но тут только карты дверные да как бы цвет меняется почему бы нет светленький так можно убрать какая-то такая минимальная детализация конечно далеко от тюнинга мы не только на грамм до ушли очень такой тюнингом это не назовешь но все равно приятно какой-то можно свой такой что-то внести вклад но дверь такие текстуры посмотрите это асфальт пиздец это не асфальт просто какая-то серая каша которая как будто в пейнте знаете нарисовали но в принципе дорога сама поприличнее выглядит вы слышите да звук мотора другой да звучит довольно таки приятно и ты соусил да даже в принципе салон то тоже хорошо смотрится а вот и точно зала помотать немножко но ты видите да в принципе в принципе неплохо в принципе неплохо вот там сзади сиденья даже видите детализован риса рисовали not хорошо реализовали так что да в принципе ты здраво лень для сейчас выглядеть мог горки птицы летать в небе очень необычно жалко чтобы голубо поделили и есть вроде бы как разное немножечко время суток то есть ночью не звезли на 20 это был закат сон сейчас просто как-то пасмурно вроде бывают полные солнечные дни то есть принципе мир такой довольно таки живой и не успеваете заскучать на самом деле в том плане как он реализован какие-то постоянные изменения есть играть за это тоже территорию трафик встречный хотя трафик на самом деле что-то очень сильно пострадал из-за небольших мощностей у пасты шин два но в принципе есть немножечко машин учатся катиться может быть не встретите насчет и пока совсем уж куда конечно встречным трафика практически нету да реально смотрю прям еду в отличие тоже писи версия и отверстия xbox 360 здесь вырезали многие миссии то есть убрали миссии вроде типа таксишки там нужно кого-то подвести до бросили машину перегнать я помню что они очень сильно нравились тоже довольно таки они интересны были если жалко что сюда их уже не завезли почему-то это не было вырезать реально странное решение разработчиков но да игра за это сильно конечно не пострадал но все равно ничем в это то есть принципе здесь будет только самые обыкновенные гонки соперниками и больше ничего и не будет но все равно это огромный выбор автомобилей есть огромный город который не город остров скорее целый ну можно дома разных покупать там машины собираетесь но в принципе такая любители гонок хорошая игра и сегодня сейчас сюда едем до дома и будем смотреть какую-то другую игру с графа ленту думал в двух словах вкратце так понятно что за игра что на себя представляет на пустыше 2 да и вообще стоит не играть или не стоит как видите давид из салона я в принципе не оставляю потому что как-то немножечко неудобно с ним играть ну давайте до дома наверно так форму доехать для реалистичности в принципе поинтереснее будет да кстати тут еще трафик немножечко появился много поинтереснее стало машины все по-разному везет к на траву заезжаешь например если немножечко менять поведение это хорошо но сейчас мы дом купим бюджет какой-то остался может купить какой-то сарай буквально вот видите 100000 сарай через такой сарапсе не отказался такого сара на самом деле вот мы его купили ну и все сейчас вот приедем домой там километр ехать быстро доедем и на это можно будет закончить еще вроде бы как полиция есть то есть пока что сейчас у нас не появилось еще но она здесь есть она такая очень очень слабенькая не вас никогда принципе поймать не могут фонит такой надлетел не дать поймать они не могут и в принципе бояться особо не стоит здесь очень вкусно играть ну искусственный цвет конечно слабенький в этом плане даже соперники они не особо сложные ну да опять же это играть не как не мешает приехали мужик дому все приехали давайте будет сохраняться и посмотрим что там не еще есть поиграть на приставочки сегодня будет смотреть что дальше ну раз уж начали говорить про гонки давайте продолжим наверное тоже с одной из гонок которая была крайне популярна 2006 пятом году когда она вышла это бурнаут эта часть бурнаута на самом деле была не самая может быть популярная потому что она вышла после burnout 3 take down но это был самый последний бурнаут который выходил на посты шин два и он был просто охренительный на самом деле в плане графики потому что над по моему нам и на мой взгляд в то время игр с такой графики на ps2 их не было вот сейчас увидите как она выглядит это просто фантастический графики детализация и до сих пор не могу понять даже как они смогли на пузыше 2 реализовать такой уровень графики причем самое удивительное ребята если вы посмотрите в интернете она также вы смотрите вот вы видите да как ты это просто очень очень красиво все так детализовано с паром сразу же не разбиться подойдите продолжим рассказывать она вышла также на сбок 360 прикольно что может так сказать взбивать на их босс 360 она была на удивление хуже выглядела то есть да там было фуле разрешение все такое там текстурка но там все какое-то было слишком сильно за шейдер и на все прям блестела сиял вы невозможно играть скажем было а вот на поезда ночь красиво выглядит и увидите смотрите она идет я вот не знаю 60 фпс может быть или 30 если на продав 30 но просто идеально на работать без лагов без подтормаживания всего и очень красиво играть в самом деле игра была да и есть до сих пор она очень классно даже вот burnout продать когда вышел мне понравилось конечно это не то уже там нету такого драйва ну реально что про включаешь короче вот так херачится супер быстро после этой части уже со серия burnout конечно чего умирать мне я помню что эта часть на самом деле канала вышла только мне просто играл мне не понравился бурнал 3 пикдаун не просто по какой-то одной дебильной причине то здесь такой режим аварии было не просто как они взял реализовали они упоминяли немножко у него другой на самом деле сейчас я уже спустя немного времени понимаешь тут полная херня то что нам все игра осталась на каждой крутой и в ней просто охранительную графику сделали такой бред происходит что мы едем просто вырезаем со встречной машины и зарабатываем огромное количество денег ну да на самом деле это здорово что мы такие игры сделали сейчас такого бреда уже конечно ну наверное не встречают что-то не припомню тот же burnout paradise конечно уже немножко другой то здесь у нас еще не было да вот открытого мира вот у нас были разные гонки сейчас эти гонки давайте пройдем наверное и посмотрим следующий еще в burnout была классная музыка очень но до сих пор хорошая и опять же эту часть она успела владеть всю эту культуру которая была в те годы ну да ты такой рок-поп-музыки поп-рок-музыки так вот электроники там начиналось нам так опасно босс пинфо brothers то есть плане саундтрека тоже очень классная игра оказалась и вот уже был над парадайзе не ночь конечно музыкальных ролей не поменялось он тоже стал спас на конечно но вот здесь вот мы счет чувствуем чувство вот это такое напоминание о начале 2000 скажем середине 2000 здорово ребят смотрите прошли дал золотом заработали давайте закончим он сюда еду поставь давайте по встреч на аварию делаю чтобы посмотреть как машина бьется это интересно по встречке взлетит кого-нибудь так 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 мне он смотреть не врезался на карада не в не попасть в как разолбался ну и все врезали зачем-то время уже кончится но вот такая вот игра в общем-то до бурнаут я думаю что наверно вы явно играли в нее вы знаете что там нужно делать как бы вариант обычно классический либо на время трасс нужно проехать тайм атак либо просто гонка соперниками там не первым вторым приехать либо гонка будет на вылет тоже неплохо интересно там нужно как бы таранить противников либо нам подают машин опять же тайм атак проехать либо либо режим аварии который довольно интересный типа нужно там создать какую большую аварию чтобы типа побольше машины врезалась мне он очень сильно нравился в burn out 3 take down если мне немножко не понравился посмотрим может быть включим поиграй немножечко но я честно вам скажу сейчас включил эту игру опять же не включал честное слово дают по данном том что в году вышла по моему гости 15 лет не включал я играю сейчас по обратки на ps3 скажу выглядит она просто заебок реально по-другому не скажешь и сильно красивая графика очень хорошо выглядит но смотрите какое отражение в лужах машине отражение дым неплохие текстуры но честное слово да для уровня ps2 очень даже достойно выглядит вот это только что пока ты здраво лимитов просто вспомните как ты здраво лимитвы где как блевата какая-то игра с хорошим чем вылетов блевать не а вот это пожалуйста прям заявить короче игра зачетная мир открытого конечно нету да и графика просто огонь вот реально охренеть можно это посты стащина 2 даже не верится но давайте посмотрим это гонка на трассе на прям особенно красивая тут прям вот освещение можно насладиться с увидеть как он выглядит так что эта часть конечно особенно классно и самое главное что на ps3 можем в нее по обратке без проблем поиграть смотрите охренеть какие отражения детализацию а вообще прям заебись ребят не забывайте это playstation 2 для нее же игра изначально выпускалась вот смотрите да у нас как раз сейчас гонка но сам обычная гонка только поехал мне уже портаранили захерачивать я нормально там стивом наш показ кто заторанил то есть вообще просто смотрите какое освещение очень красиво очень красиво даже отражение на автомобиле от света есть прям ray tracing можете сможем искать надо поднажать немножко то что-то сейчас проснул конечно же никакой не ray tracing я понимаю да но выглядит очень красиво действительно вот такие эффекты световые шейдеры федер все подряд засунули очень приятно играть на пока опять же до свое время этой игры не был то есть те у кого были консоли они играли наслаждались а вот на пока ну да вы пони а блять слов что да здесь все так быстро происходит на самом деле так врезается очень красиво выглядит это игра сейчас вот мне прям играю даже сейчас честно очень сильно удивлен тому как она сильно выглядит можно смело заявить что она очень даже хорошо старилась не дошла что они не составил что выгляделись реально и график хорошее играть интересно вообще-то музыки а время гонки не хватает очень удивлен она такая вся быстрая вообще так сложно короче играть вообще сложно конечно да тебе не ты драйв фон лимит исключаешь там качает катаешься потихо лучше там чего можно сказать тут вообще-то тут быстро собрала это довольно конец вот карачили мнение конечно супер-супер бурнаут я до час от начала вот играть специально для этого ролика мне прям захотелось там начаться думаю сниму ролик и посижу прохожу с удовольствием в бурнаут я начну псп есть и на псп на сами мне он нравится да то мне лоджицы доминатор есть кстати вроде как и на поезда выходили они но от особенно мне нравится конечно бурнал трейдинг вперед на что он реально классный такой мне очень раньше бурнал 3 тейкдаун у него я очень много играл на поезд 2 в свое время очень много наиграл потом я на 300 шатном боксе у него играл по обратке опять же но часто включил реванш в реванш и вообще больше ни хрена не играл его сейчас я получать ну реально удовольствие что ну такой классный садить какой быстрый штата графика классно надо же смотреть уже первым еду второй круг графика охереть прыгнуть вылетим хорошенечко не спрашивайте мне мне вообще пока их очень нравится очень нравится она быстро так охренеть не надо жалеть что не стал снимать ролик 60 fps мне кажется возможно это игравший кпс работает но надеюсь что в 3 будет хорошо смотреться я не уверен ребят на 60 работает так предположил что так все быстро происходит даже везде сообразить не спеваю больше вид из глаз включить прям вообще охренеть можно будет трафика кстати тут немного смотрел основное отличие между боксом и поезд 2 то что там трафик завезет тут ни хера его нету но бахер вообще он тут и не нужен для ух чуть степку не словил прошли супер давайте промыши режим аварии посмотрим наверно закончим копить тигра выглядит супер все отлично голду еще получил огонь доволен остался не зря включил давайте аварию включу сейчас посмотрим как выглядит и реально здесь локация красиво очень ну ты виден до удовольствия получаешь действительно графики то есть я играю сейчас мне приятно приятно выглядит музыка такая еще не значит на мне страйк влетит мне конечно за эту музыку здесь но вспомни тоже классно дам билет элент вообще столь этого не слышал популярным было раньше очень помню вам и 2005 годах тигра не 6 мне кажется 5 на посмотреть не все равно так дать пробуем ребята ради интереса аварию посмотрим как она выглядит вот так вот авария краш помнишь ты что-то мне тогда не понравилось что не понравилось хер его за тебя посмотрим но вообще авария довольно таки интересный режим там как бы немножечко нужно по грамотному машину запустить что в трафик что прямо так крупно аварию сделать но вот сейчас посмотрим попробуй не знаю с первым раз пройду не пройду зря пропустил он был посмотреть давайте красную выберем ну какой выбор то у нас дарандулет неохота брать надо машины потяжелее кстати брать может быть но давайте эту и дарандулет ведь возьмем выглядит некрасиво давайте этот возьмем майбах или чё это мы не знаю хуй его знает вот это возьмем пробу устроить аварию посмотреть так вот дополню да 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 чё-то короче вот это не понравилось нельзя то что было просто ехать и ну вы поняли да хуёво и авариус 2 попробуй попробуй нормально стартануть посмотрим на трассу глянем то есть там какой-то перекрест как видим до небольшой как-то влететь туда прям чтобы заебись так было чтобы другие машины на время нажать крестик вот сейчас норм стартанул от души вот давайте фуру ебаню вот ебанули фуру не получилось на трассу вылетит и что такой еще импакта есть надо не получится просто покажет как там авария прохода ответь не херовую штука создал и слышал что короче чем больше я варю создам тем больше не заработаю и тем лучше мячки вода 3 можно на щелкать чай ебану короче он я ебанул можно тачку еще переместить еще больше нам кипс короче сделать вот такой прикольный режим и сами раньше было реально интересно что такое особенно было ну в принципе сейчас тоже сейчас такой выигрыш 3 к мосту еще добавил но пирас когда так увидел прям очень-очень интересно не показал сейчас уже так здорово но не так интересно кажется ну вот что это за работу такая нормальная валя на варе а он таргетов ребенка нужен буквально машину за хрена с гонщиками дого прикольный режим конечно остальные гонки поинтереснее будет скажем то что тут как-то не очень так все динамично получается у меня даже какой-то типа нитро есть а я хоть и не могу на хрена ну и все прошли мы наверно что срочно не дадут пишут бронзу дали на бронзу неплохо неплохо уже бронзу дали интересно слушай ну не знаю что наверно больше ничего про так про burn out ревенж я не скажу залить какая красотка модель повреждения классно здесь машина чем классно повреждаются можем смотреть может там щекать на гоночкой давать еще на одну прокатимся а то все таки по кайфу так интересно и другой трассу про выбрать ну вот предлагается еще одна гонка здесь давайте эту машину возьмем красный красивый лет красивых лучше взять многие кстати спрашиваю часто да или почему тут машины какие-то именно непонятно не имена не назвать . автомобилей вот недавно выкладывали краски детстве описали про эту пробную проблему про этот сюжет что просто-напросто создатели автомобилей если они заключают ну контракт на использование их марок в играх то они определенный ряд требований выдвигают там моя машина должна повреждаться на машине ломаться машине нужно то все короче в общем разработчиков ставят раком скажем да и особо и ничего не остается как искать у кей и общем итоге нас не повреждений хера нет поэтому если уху блять разработчики используя новым автомобиль то они с ним дело что хотят они повреждать хотят и вообще все что хочешь что делать смотрите да у нас тут гонка и на время это на вылет наверное как раз таки точно вот если бы используя настоящие марки то к сожалению играли бы мы уже с режим повреждений как грантуризм никакого режим повреждений у нас не было а так здорово здорово так что вот когда не видим мы никогда играть типа burn out с реальным архивом игры скорее всего да и сегодня больше ничего не расскажу конечно вы не играли в burn out наверно вы знаете такие люди найдутся хотя может быть есть обязательно рекомендуем поиграть игра реально зачетная сейчас вы видите как тут все происходит очень интересно со мной красами в азии все классно все выглядит мне нравится что так может соперник зафигачить короче потом показывает как это хрена часов часов блять он струкнул я с ним печатался просто жесть какая-то ух блять сзади подскакнул дать его проб за херачи сейчас мы его куньяк от души полетел все золото получили ребят но такая игра увидите на самом здорово поиграть не зря включил и я помню что раньше тоже не вот в третьей части игры играл в тогда у него решил не пускать в рейд море не разнообразие но тут та же самая как назад создать парочка такая хорошая игра и раньше мне тоже так неплохо писали как видите коллекции таких гонок было да все разве будет довольно классно было активно симулятора гранатуре на 4 хотите это здраво ними тут пола симулятор полуаркадка конечно огромным парком и секрету мир хотите повредить не знаю включайте burnout то есть реально было что поиграть и сейчас есть что поиграть вся эта огромная коллега пускается по обратке на ps3 на фатках да ну или на слив там если вы поколдуете сердце поставить ну и все давайте наверное будем двигаться дальше посмотрим следующую игру захотелся вспомнить тони холк 3 про скейтер я думаю что все помнят такую игру так что давайте часов посмотрим как он выглядит ну как игра вообще до сих пор интересно смотреть как она работает по обратке часто включим ребят тони холк 3 именно с этой части не началось знакомство с серии игр тони холк для этого до этой части ни разу не играл в тони холка вообще ни разу что самое интересное пиратный познакомился на пк они на консоли я помню что я был на рынке тогда и смотрел там какие игрушки продаются то смотрю не ребят вру это было 4 честно рынке у нас короче на районе был обменник дисков и я туда периодически ходил обмене диски наверно у вас тоже такие были на районе места ставьте лайк ребята если они у вас были и туда можно было принести там свой старый диск с игрой там заплатить черкан по моему и ты меняешь на игру тоже на одном диске там буквально либо можно поменять и как-то там рост смотрю короче такой дисочек лежит тони холк про скейтер думать чуть такое дай-ка возьму поиграть пришел домой и просто охренел не ожидал что такая игра может быть такой интересный и я помню что ко мне пришел задачу брат он тоже никогда так не играл в игру довольно скептически отнесся к тому что он предложил поиграть вот куда ну типа чё там интересного и короче мы с ним оба залит ли помню вообще зависали нормально очень нам с ним обоим понравилось ну и вот сейчас короче увидел что можно также по обратке поиграть на ps3 она сложная в нее короче уже поиграл прошел только два уровня то здесь остается там 1 2 минуты или сколько или там три минуты на уровне нужно собрать всякие там блять слова очки короче всякую херотню и реально сложно короче вот я помню что играл в четвертую них окум был легче там было вроде как открытый мир не было время ограничить там брюшки этой миссии проходишь а тут то есть дается две минуты и нужно короче успевать все это захерачить вот куча очков там заработать и реально сложно вот видите да я уже раздалбываюсь но игра блин сама по себе очень классно даже сейчас не очень интересно у него поиграть на самом деле но вот я прошел гориток ребят в лаву захерачив я прошел только два уровня поэтому на уровне смогу показать но игра реально действительно очень затягивает и причем сейчас но ты такой сейчас хоть скажем небольшой пошел популярный там стал дать слову серии гарт у них ок перевыпустили там первую вторую часть я в них никогда короче не играл меня не было то что пера соньки у другого тоже не было ни одна фига была это же другой разговор вот третит у них овка вот пока что и не перри упустили но как вы видите он выглядит более чем достойно на вот по обратке если играть опизит если по обратке играть на ps3 попробовать и ночью очков набрать всем и тут уже уровень пройден был при ароматом баллска вот я на принципе выглядит неплохо конечно же это не ремонт версии не 1 2 2 вроде как она очень хорошая все хорошо что не приняли ну она и здорово на самом деле вот 3 все равно интересно включить поиграть все равно то что у меня с ним много в финале связано очень много в нем времени провел вообще что-то играть тяжело жестиком на ps2 все время я помню играл в туни-холк project 8 то есть это как бы на самом конце уже не было ps2 и в туни-холк ты помните такой был american весла там короче можно было на бмк кататься я помню в него тоже зависал так нормально на самом деле ну а третье я в него уже тут только на пока играл но на консоли конечно удобнее реально играть с джойстиком чем на клавиатуре мы играли стрелками и цифрами блять сложно так как со скейта поход на слезать до нельзя думать кому-то да нельзя следующее скейтом было только можно было ним кататься вылетает а вот на копе мы играли еще цифрами там два четыре пять шесть я помню из реально сложно было но да в принципе что интерес рано поезда поиграть на постричь и по обратке у него опять же да видите я тут да вообще очень хорошо выглядит вот то что я смог до этого пройти . каким-то образом когда играл в нее включал не зависал минус счет очков тысяч набрал к сожалению большой виде христа не хоу кадр не получится делать то что говорю все пошел на уровне только давайте вам народа уровне покажу а вот смотреть могу что прокачать давайте оле прокачаем но прокачали моли сохраним то есть вы видите сами да в принципе что игра выглядит довольно таки неплохо достойно по братки на ps3 а вот и запустил нормальная картинка не скажу что графика там супер естественно но нормальная картинка не выглядит не блевотно опять же да я вспоминает из драфа лимит свою отределены текстурами вот вы персонаж как видите там старался его долго делал мне нравится что можно а фрискейте есть режим да вы смотрите давайте фрискейт например выберем режим ну нельзя выбрать уровне которые еще не открыл давайте канаду то выберем хотя не давайте таки карьеру на включим покажу сначала свой персонаж на увидеть персонажи долго старался его делал мне нравится такой режим есть что можно там персонажа выбирать видите можно там доску скейт выбирать что-то прокачивать можно как прокачивать надевать его одежду не раз там надевать то есть ну интересно довольно таки на самом деле можно так развлечься раньше помню в свое время реально интересно казалось прикольно думали там поздорово необычно давайте да вот выберем наверно следующий уровень которым не был канада сложная канады короче так они прошел почему там счета мне там немножечко оставалось по одну какой-то из херню пройти там пачкам где-то но не проходило все равно еще в туни-хоука многие в свое время помню играли за музыки короче ну реально музыка очень классная ну даже сейчас я включу мне прям так по кайфу прикольно поиграть это что такая музыка ну забыли и уже ну лично я забыл давно не слушал то что сейчас современному конечно не на тот манер а это мне очень нравилось да сейчас она мне нравится то есть интересно вспомнить поиграть опять же удовольствие получаешься что вы пыли добавляет атмосфера игры причем не статья рекламу по моему ноги 3310 будет сейчас вам покажу видите где-то здесь реклама я не 30 и 10 ребята вас обманул но все равно прикольно что реклама ноги есть плечи что вернусь покажу не помню какая-то модель если помните к плеть сейчас ты должна видеть тебя бы вот если помню что-то за модель ребят напишите а вот нет сука 3310 реально по ходу рима рекламирует да точняка 3310 жирная висит короче как прикол представить игра какого года тысячи ноги 310 рекламирует просто классика и не мог стать что она была в разных панельках у меня всех друзей она была синяя самый классический цвет окажется красненько серенько было прикольно прикольно просто здесь ну трассы локация есть небольшие совершенно не особо разнообразные но в принципе интересно да тоже на изношу станет в предыдущем танихолками бы это то что все время падают что так сложно блять они вели то что ну такая она более динамичная стал может там серия трюков делать ну вот как видите я не особо такой скажем трюкач но я помню что на самом деле когда мне раскричи гарюсь так долго по зависает у нормально начинать делать хитком бы даже собираю но сейчас конечно давно очень не играл в нее отмазывайся отмазываю знаю ребята отмазываюсь я думал что я включил карьеру я хочу в итоге свободный режим походу но я думаю что немножко что покатаюсь то что рассказа бы больше нечего не знаю может кто-то из вас проходил это не холк 3 когда-то но я увезли проходил по моему на компе со время доходил до уровня с аэропортом это по-моему через один уровень отсюда поэтому пулять как разглобал довольно таки сложно она причем есть еще потом тони холк underground который очень популярный был на компе в него тоже играл underground 2 был на компе я себе тоже раздобыл но этот ps2 тони холк underground 1 самого блять вылетел и он довольно таки интересно то что никогда не играл в нем графика хорошая довольно приятная музыка классная и плюс там завезли такую возможность что пешком можно было ходить он себя тут это локации прикольно но я не знал что пишут есть дать пробу закатиться парам пищу происходит в рампе точнее это в этом underground можно было то есть связать со скейт их а и кататься без они фигасе прикольно такие локации но я не знал блять как раздолбался и можно было просто так погонять ну пешком походите плечом там кстати самое интересное расскажу не поверите первым андерраунде тони холки можно было ездить на машинах вообще все было вправо что underground могли надо понять это можно было рынка с на тачках ну когда красно . какая-то миссия 1 или 2 было буквально миссии нужно было их на машине с просто отвратительнейшей физика совершенно не интересно непонятно чем они засунули ну в общем вот наверно пока не холка я больше не расскажу я думаю что это можно закончить ну тут одна была тоже из игр в котором и тогда много играли опять же да у кого-то были приставки то приставки играл 0 я играл на компе помнил принципе друзья тоже было ну и играть не только интересно даже сегодня интересно поиграть я не играл в ремейстер в ремастер версии 1 2 тайни холка наверное сильно хорошие тоже смотрел на них ролики как раз да буду обязательно сниму тоже на ролик по ремастеру да но и в эту не хок не интересно играть и он сложный так что можно нормально так времени провести давайте ребят двигаться дальше посмотрим что-нибудь там не знаю другое чем это еще осталось во что еще играли что популярность и тогда было сейчас посмотрите включим ну вы поняли да что мы сейчас еще посмотрим с андресом конечно ребята никого не удивлю это понятное дело но действительно да и не мог на нее пройти понятно что еще куча других игр которые были известны популярные особенности на пустышу ну а там те же саму году вора и остальные вот давайте по-честному и сан-андрес тогда была одна пике популярности все в нее тогда играли на пк на xbox на ps2 на чем угодно поэтому в этом ролике мне конечно хотелось бы задеть ее и вспомнить про нее нельзя было не меня пройти хоть конечно вы ничего наверное новые не узнаете для себя но 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 вместе есть сейчас сам поделиться своими воспоминаниями ну и пару слов конечно хотелось бы сказать о отличие этой версии основных отличий от пк сейчас мы посмотрим на это ну и как он вообще работает цель по обратке на пусть и то есть ребят не надо забывать что запуская на ps3 я игра по обратке могу вам сказать сразу что работа она отлично без косяков без лагов 720p все супер действительно приятно мне играть так что скажу вам честно что брать ps3 чтобы играть по обратке примера в тоже сам сантерс от ps2 вообще хорошее решение работает реально отлично что мы имеем что мы имеем мы имеем на ps2 например хорошую графику лучше чем на пк да есть возможно разрешение которое пониже будет но ребята тут отражение автомобиля сделаны просто зашибись освещение сделал отличность например сирену полицейской автомобиля то отражается все свет на окружении падает на дома до хуевой текстуры ничего не скажешь сами текстурой сюжет пострадал но 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 все остальное выглядит красиво например смотрите трава на компьютера вы нам не завезли или завезли на какие-то обрызки а тут у нас прям заросли прям не знаю поле целой травы и так повсюду принципе все карте разброски ночь к травы плюс вроде как разрушаемость на компе она будет похуже то есть например явно пример очень не покажу но там вот например некоторые места есть где-то можно разрушить какие статы и монументы там в той же пол в казино вроде как они разрушаются то пока версии нихера не разрушаются ну такие основные отличия ps2 здесь еще может речь как или отражение машины ну я думаю что скорее всего вам видно что машина такая вся блестящая хотя тут ну вода сейчас немножечко видно что он приблистит красиво выглядит опять же дамы игра в обычной версии плюс 2 них о колдовства нету и сильно так выглядит плюс тут оранжевое такое освещение до которого на комп нам не завезли так очень красиво сейчас опять же да не совсем видно это оранжевое освещение но вообще она здесь есть и такой еще интересный тоже нюанс который нельзя не рассказать на нем на ps2 есть режим игры вдвоем все они прикалывались так сразу расскажу небольшую историю когда включил опер раз братом на ps2 мы не поняли как он работает и нахер он там нужен вверх мы включили когда была вспомнят эмисси нас срана нужно такая нынче нас здесь стрелять учить когда мы включили мы просто-напросто не знали что делать потому что мы включили у на уже пройденной игре появился персонажа на карте там такой получается как бы вид сверху и ты реально не знаешь что делать думаешь на тистое ничего это делаю но мы с ним просто бегали катались по городу действительно очень прикольный режим необычий что они завезли то есть можно было реально два персонажа на экране одновременно камера как бы немного сверху сбоку появлялась вы далеко не можете друг от друга убежать но можно было вместе играть мы не понимали что делать потому что было просто открытый мир и вы просто бегали сходили с ума а потом через много много-много лет когда я уже ну к тому же братом перестали жить вместе когда брат уже когда мы уже разъехали скажем и нам нельзя никак поиграть вместе к сожалению проще тяжело собраться я узнал что окажется в том режиме можно было проходить игру то есть можно было реально запустить санандрос в режиме на двоих и сука проходить санандрос это же очень круто все те же все вместе вся история но проходите вместе хер знать как она реализована но блин когда это узнал и подумал так охота конечно вместе поиграть жалко что к сейчас пока что не как может когда еще и получится с братом поиграть но это блин очень интересно мне кажется играть на нот вдвоем проходить санандроса сюжетную линию так что если кто может с кем-то еще поиграть какая-то возможность у вас есть ребята я вам очень сильно рекомендую посмотреть как это работает может даже посмотрите напишите мне об этом в комментариях не попасть ни хера то блять сейчас погодить пробок попасть то что ты будешь делать вообще хер прицелишься короче с моим джойстиком очень сложно это тени с мышкой на компе прицеливаться реально смотрите вон я вижу этот бак страны вообще не попасть погоните погоните ребят чуть левей китайские джойстики не хватает блять давайте кого так подойдем что так стопудово и банем глазами не сдохнуть твою мать говоря об этой миссии одно введение то есть раньше ни в одной гта не было такого что стреляешь бензобак и взрывается машин то есть реально было реально было новое введение которому очень разный день не видели поэтому очень интересно ну да взорвали короче то есть реально было это интересно во время помню видишь что макс андросе могли взрывать машину пример строя бензобак это довольно таки круто тогда было мы прошли мы это не сюда ну и наверное кстати так чё про сан адрес больше на ручке не скажешь отличие вас пока версия то есть двух словах и сильно до этого и отражение машине с реально классно реализованный не знаю как они сделали трактор но как правило за это если брать третью часть видите трава и той части вы сети то вешать ps2 было при саму богу то есть в ней были там ну порезаны текстуры то есть например там вместо мотора они засунули какую-то блевочину просто близко фотографию размытую также они на показе лучше не пока версию это принесли просто из 2 на боксе была самая крутая версия 3 gt в асити то есть там была хорошая детализацию красивый лился супер был то он и призвав все наоборот они каким-то образом сделаны призвав саму красивую версию я на полном серьезе она знака солях и на компе они сделали сам подстойные версии непонятный какой-то подход рак старого мне очень сильно удивил для сейчас удивляет поэтому опять же дальше кто может быть и не знал смотрит на ролик то я вам обязательно рекомендую поиграть версии именно ps2 хотите на эмуляторе там играете хотите на ps2 хотите на ps3 но действительно и поиграть эту версию интересно именно потому что тут опять же режимы 2x3 сука трава и травы просто до хера получше графика здесь отражение у машин то есть немножечко другой опыт получаете до час исключил да смотрю и опять же давно вспоминаем тендерах олимпе в начале видео в котором все выглядит как блевотина и вот смотримся на адрес на с 2 идеально вот очень хороший график как ps2 опять же все тянул огромный открытый мир без загрузки все я понятия не имею да еще есть такой графикой здесь или не какое-то волшебство шаманство и танцы с бубном но сука она работает и вот до часа включая смотрю она не лагает хотя помню на поезда в свое время когда играл нас подлагивал но это отдельная история сейчас я отыграли на ps3 по обратке ничего не лагает работает просто отлично давайте у как-нибудь оденем не знаком бы джеки от военным работать отлично графика хорошая еще 720 когда мы запускаем то в принципе выглядит очень приятно и я еще думаю даже удовольствием по прохожу наверно посижу сниму ролик и буду сеть проходить потом наверно сан адрес на ps3 эту версию точно очень интересная хорошая купили мы шмонда пойдем теперь все пластик сан-андрес каждого не играл каждую знает игру и отверстия поезда довольно таки приятно в принципе в плане графики ну и плане ништяков таких уж там разрушаемость какой-то и завезли в реале выглядит красиво это сейчас внутри приятно выглядит напер на счет докумиссию пройдем ну и опять же да я думаю каждый знает ну и раз снимаю ролик то расскажу вам то основное отличие тоже сандрес версия от тех остальных были что здесь они добавили огромнейшую просто карту посмотрите тут и детская карта ребят ну каждый наверно опять же знает помнит ну просто нереальных размеров вообще погодите вот зум неудобно сделать да на просто огромных размеров это гигантская карта это первый город это просто без языкового размера потом у нас идет второй город то есть начало детка деревня потом ли старый город у нас тоже огромный и 3 короче это просто нереальных размеров и что самое интересное здесь они сделали ну как самый тоже таки интерес нюансы были не добавили какие-то автошколы авиашкола добавили элементы какие-то рпг то есть какая-то прокачка персонажа его там блять харизма срана я не знаю его там часто говно по включить погодите вот реладин дата респектом вынослить мышцы жир сексуальность все подряд блять всю засунулись катер пага еще и плюс ко всему этому еще они добавили короче такую тему что можно покупать дома это уже у нас просите было но здесь и новинка была то что можно было твоего территории типа району ткань то вам принадлежат ням принадлежат то есть принципе с андрость когда вы проходите игру до хера чем есть по делу сходить надо прокачивать эти районы твоего хоть и недвижимость покупать хотите блять не знаю автошколы перепроходить то есть реально много чего можно было поделать но и просто карта таких размеров или да вот например тоже в третьего это по-моему этого не было его сити то есть какие-то люди на скамейках то есть какую-то сюда более живую жизнь завезли ну реальность андрость конечно такой сильный скачок вперед по сравнению с третьей части его сити ну естественно jetpack я думаю говорить не будем как а сам крутом транспорте из гитая всех частей даже в пятом нам он вроде бы как его не туда jetpack вообще прям заебок то есть за счет на такой транспорт средства помню каждый наверное летал на jetpack и и стрелял вузе это как бы классика который надо каждый делал ну и все наверное что еще просто нас так сказать больше нужно особо ничего не расскажешь я думаю вкратце естественно есть кучу людей которые лидеры санандры снимает только ролики на эту тему но я конечно скажите такой специалист по санандросу то есть я играл в него на пока я все прошел на пк я все прошел на 2 кстати раз расскажу опять же небольшая история когда играл в нею на пк у меня на пока сначала короче был куплен диск игры конечно не идем других не было просто-напросто она была других дисках эта игра и ну я поставил с ними брат поставил тогда еще на даче был приехал в дача ну мы с ним играли в нее и вроде все в порядке было но со временем стали вырубаться что почему-то когда пишешь радио сука музыка не играть там стоит как болтовня была но мы думали наверное короче типом этом игру не прошли и музыка там со временем появится ну кто его знает малыш разработчики придумали ну когда мы дошли с ним до второго города мы стали с ним серьезно думать наверно что-то не в порядке как оказалось и рассказал однокласснику он мне говорит слушай не знаю у меня играет музыка он не притащил свой диск естественно него она была на 9 у меня она была на сиде на двух дисках ну как я уже потом понял со временем что у меня просто на просто была кривая пиратская версия как вырезали всю музыку на хер и это воспользоваться 2 игрой которая была у друга поставила и радостно играл с музыкой такая небольшая история была я помню что мы очень долго играли братом не могли понять где же все музыка даже в честь действительно ее там и не было просто-напросто вырезали хотя очень красивая коробка была помнишь с красивой обложкой было обидно ну и вот такая небольшая история о том как я играл со нанрос без музыки и потом тоже был такой нюанс у меня на в этой пиратской версии başkani диск и кстати да в руина которые до третьего города ну это 4 с split версии потому что поуми там была миссия когда нужно было нужно может быть вы помните какой-то самолет был с аэродрома в пустыне взлетает и нужно было games на мотоцикл этим самолетом короче успеть него заехать так сумка у меня короче была версия пиратская и было не проходимо потому что там это ответил со стороны никогда не мог догнать этот самолет и мы с ними могли понять почему такая сложная миссия на самом деле потом со временем я понял что все было дело все было дело так догнать не в миссии а в том что я была пиратская версия что кривая то что как только я прям взял у друга дивидии версию мы без проблем слава богу что сейф переносили без проблем я смог пройти эту миссию там что не с первого раз я уже немного раз играл но и вот такая у меня была версия замечательная принесенная с рынка юнона то есть питера ребят наверно знают этот рынок там тогда все затаривали стопом лотки стояли там с играми а вот поезд 2 версии никаких проблем я не было хоть это была не сам первая игру мне на поезд 2 мне там пиро диск был ты call of duty херзан почему не было положить на call of duty был а потом я был диск град ризме 4 2 ну а потом я помк раз таки появился уже надо следующей игрой там стрелять поймать только от твою мать поехать будешь но вот сейчас еще миссию завалю помню эту миссию кстати сраная довольно темно и бесила в этом уже завалить нужно ехать этим говнюком там до самого конца потом перестать ему у дружкам они тебя мочат да в общем санамдос конечно ребят просто чётная версия ничего не скажешь мне кажется на всем понравилось в начале как-то кто-то кто как не отнесся кому-то не понравилось что играешь за персонажи который темный будем корректно и кому-то не понравилось что такая музыка там рэп непонятная игра типа в этом плане после войск и все а потом всем зашло когда поняли что ты самолеты танки не знаю джетпэк и огромная карта все остальное все были давай садись и поехали блять все были в восторге от этой части помню что у друзей в нее зависали ходили друг другу получали удовольствие там на самолетах летали на вместе там с ума сходили все по очереди потом на нее сам по появились мультиплееры мташки тоже когда прошли всю игру помню что зависал вниз братом в онлайн-режиме как раз таки там такая был режим то ли мтатуре ты сам был не помню что лет не играл а там где на кофе нужно было типа какие-то мини гонки проходить там люди какие-то трассы сами походили ух повезло и нужно вы проходите ты год типа и кто доходит до конца на кушал дар-тоалет и все же рвала на конфидонке интересный был режим мне довольно сильно радостно вызывает и конечно добра не было на поездок там был интересный играть не помню пришел диск поставил и сидишь гоняешь там на джип не знаю гоняешь на самолетах летаешь чё хочешь сделать очень мне нравился помню ну и сейчас в принципе игры включил на поездки вот версию по обратке и работа на принципе заебись говорю что работа на заебись на сами то очень очень важно об этом сказать потому что тоже выбрать истории с которой запускаешь по обратке работают очень хуёво я их поэтому не засунула в этот ролик вместо сандра 100 что в не очень много играл но на работу . у нас тормозит все время такие тормоза это просто в общем то ли я не оптимизировали когда переносили то ли да я знаю что она так работает хреново но играть не просто невозможно при этом в сити stories работать очень хорошо и санандрес работа идеально как вы видите близких ли проблем почему так не очень понятно но вот так вот вышло так что санандрес действительно можете играть и без проблем поиграть получше довольствие вот прошли мы почти что-то миссию запомнили говнюков замочить так они сейчас у меня тоже есть давайте включим все прошли верно мы эту миссию на прошли мы эту миссию ведь такого же оранжевый эффект появился довольно таки приятно вот вылил на поездка особенность была что здесь оранжевое такое освещение было такое ночное небо оранжевое очень красивые да сейчас приятно посмотреть прикольно выглядит даже на комп вроде как потом они заводили всякие моды типа там называется графический мод поезд 2 чтобы именно вот это как раз таки оранжевую атмосферу передавать она так многим понравилось давайте промышлен до самого конца дайте измиссию хотя бы ну и наверное закончим даже сейчас смотрю до вечернее время так выглядит знаете прям жарует дает вот прям вот сижу вот мне еще дома них они жарко нихера но посмотрю прям эту обстановку это прям лето чувствую что жарко короче вот не знаю как объяснить действительно хорошо придать эти цвета конечно в игре что-то на летние такое какой-то атмосферное все приятно приятно поиграть довольно таки даже сейчас с удовольствием конечно поиграю думаю да я думаю что много кто до сих пор играет за сенандресом нет смотрит на этот огромный мир и это что в нем очень много чего есть посмотреть давайте просто покатались послушаем немножечко музыку надежда не любит страх занять за эту музыку сейчас включена не знаю давайте радио лос-сантос ребят самая классика сами понимаете на ничего другого здесь включать нельзя вот радио лос-сантоса многие играли полить извиняюсь четки очень полосам с песни играть чем другой посмотрим еще было радио и вспомню еще такое там такой популярная музыка была помню давайте послушаем вот так чё-то каждый находил на свой радио лос-сантос немало радио кэджа и радио икс прошли на миссию но ребят что я вам скажу спасибо большое за что зашли посмотреть очень надеюсь что вам понравилось может быть вы захотите после это видео посмотреть отдельно ролик по какой-нибудь игре которую я снимал в этом видео например который рассказывал если это так напишите об этом комментарии если вам хочется просто какую другую игру которую вы играли понравилось посмотреть послушать напишите комментарии тоже с удовольствием почитаю для вас еще сниму всем спасибо за просмотр ну и приятного вам дня до свидания